всем привет я заметила что вы нам последнее время очень часто очень много пишется о том как же сложилась наша жизнь что же у нас там с работой какие у нас там продвижение как у нас дела я смотрю вам не очень интересно смотреть просто как мы отдыхаем или гуляем ну могу сказать так наша жизнь состоит не только из того что мы отдыхаем и гуляем вот так же мы еще спим и кушаем ну и еще и для того чтобы подвести как бы сделать мостик моей следующей информации я решила напомнить вам немножко о моей предыстории ну кроме того что мы приехали в германию 2018 году и устроились на первую попавшуюся работу просто чтоб работать а потом приехали в баварию в городок нюнберг очень прекрасный город здесь уже немного сложнее было с работой но она таки нашлась и если кто смотрит очень давно он уже знает что с той работы я уволилась и потом месяца два наверное или 3 или 2 искала новую работу нашла но так как там были какие-то сокращения и еще и корона наступила работа потерялась работы все были такие физического плана то есть совершенно отличались от того к чему я привыкла еще находясь в молдове вот молдове максимально это была офисная работа не знаю что там напрягалась из максимального напряга физического было это когда учила детей физкультуре это были вот максимально физические напряги здесь уже все сложилось по-другому ну и с каждым разом с каждой такой работы все меньше и меньше хотелось находить похожую но с уровнем языка и с образованием в котором я сюда приехала а это педагогическое образование которое в принципе германии если признается то частично как бы перспектив не очень много но благодаря тому что в 2020 году то есть прошлом году вы все прекрасно знаете что саша получил работу мечты он устроился работать айтишником то есть работал офис на все классно получал удовольствие и я поняла что не надо искать плохую работу работу которая меня не устраивает мне не нравится и и и вообще надо стремиться и получать что-то хорошее нет нет сейчас не расскажу что я устроилась на классную офисную работу но имейте терпение речь немножко о другом но для того чтобы здесь мне по крайней мере получить что-то лучше чем то что у я могла получить на тот момент нужен по крайней мере у немецкий получше чем тот который у меня был поэтому я благополучно заполучила курс немецкого языка на уровень b2 вот после того как я закончила уровень b2 у нас была договоренность с оператором то есть человеком который за меня отвечает в этом учреждении которая подарила мне этот курс бесплатно что после окончания я приду снова к ним и меня будут тестировать со мной будут разговаривать будут узнавать куда бы я и чтобы я хотела делать дальше эти как спит наш котик вообще не могу понять что там происходит но так как 2020 вы все знаете с чем был связан это локдаун то хомоффис то еще что-то учеба растянулась на довольно таки долгий период и протянулась на до ноября 2020 года ноябре 2020 я наконец-то получила результат экзамена он конечно же был успешно сданный об этом я тоже вам рассказывал ну а что же было после я вам расскажу в следующем видео но для чего я записываю это видео для того чтобы вас немножечко предупредить что те события о которых будет идти речь ближайших наверное нескольких видео они проходили не в это время то есть это не весна и не лето 2021 это начало года можно так сказать февраль то есть чтобы вы не удивлялись если вы увидите там снег за окном или я вас просто предупреждаю вот и как бы вот я подогрела ваш интерес немножко предупредила примерно что в тех видео речь шла о более давнем времени и теперь желаю вам приятного просмотра наверное в одно видео не получится все поместить в следующие но скорее всего будет там вот несколько видео вот о том что происходит в жизни у саши ну спросим сашу и когда у него появится желание об этом рассказать вам конечно же тоже напишет видео но я думаю что в ближайшее время он к этому придет поэтому не сильно покидайте наш канал можете передохнуть на кое-какое время но следите обязательно подписывайтесь ставьте пальчик там на колокольчик нажимайте чтобы вам приходило уведомление о наших новых видео а если не приходит просто заходите к нам каждую недельку и смотрите вышло что-то или нет всем спасибо за то что вы интересуетесь нашей жизни извините что не держим вас курсе всегда вот прям тот самый момент просто вот такие вот обстоятельства иногда желание не бывает чтобы записывать какие-то видео и вот желание сейчас ко мне пришло что я хочу поделиться с вами этой информации и ждите следующего видео все скоро будет всем пока и 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